Здравствуйте! 75 лет трагедии в Баби-Яре. Баби-Яр давно стал одним из символов Холокоста, то есть геноцида евреев гитлеровским нацизмом периода Второй мировой войны. Баби-Яр – это урочище или овраг в северо-западной части Киева, название которого восходит к XIV веку. После того, как 19 сентября 1941 года гитлеровцы заняли Киев, они стали использовать Баби-Яр как место массовых расстрелов мирных жителей. Первыми жертвами стали 752 пациента психбольницы имени Ивана Павлова, которая находилась рядом с оврагом. А потом настала очередь евреев. Был отдан приказ о том, чтобы к 8 часам утра 29 сентября еврейское население города Киева явилось в назначенное место с документами и ценными вещами. Цель – перепись и переселение в другие районы. За невыполнение приказа – расстрел. Люди собрались, их согнали к Баби-Муяру, отобрали ценности и документы, раздели до гола и расстреляли. За два дня, 29 и 30 сентября, были уничтожены 33 771 человек. Мужчины, женщины, дети. В это число не вошли дети до трех лет. Их тоже убивали, но не включили в общую статистику. В операции активно участвовала и местная украинская полиция, пособники нацистов, но расстреливали в основном немца. Расстреливали из пулеметов и автоматов, укладывая тела рядами, одних на других. На этом страшная история Баби-Муяра не завершилась. После начала Второй мировой войны в 1939 году начались массовые депортации евреев, гетто и концентрационные лагеря. Массовое уничтожение началось в 1941-м, после нападения Германии на СССР. На территории Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Чехословакии, Австрии, в самой Германии, везде возникла сеть лагерей смерти, в которой свозилось практически все еврейское население со всей оккупированной Европы. В январе 1942 года под Берлином в Анзе состоялась конференция, на которой нацистское руководство официально утвердило и скрупулезно расписало план окончательного решения еврейского вопроса, то есть физического уничтожения всех евреев. Задачу, поставленную в Анзе, Гитлер выполнил наполовину. Он уничтожил 6 миллионов из 12-миллионного еврейского народа. Когда речь идет о преступлении такого масштаба, цифры обезличиваются, воспринимаются как статистика, но и в этой чудовищной статистике Бабий Яр выделяется. К тому моменту, когда советский солдат освободил Киев, Бабий Яр была уничтожена по разным оценкам от 150 до 200 тысяч человек. После войны в СССР тема Холокоста замалчивалась. Трагедия Бабьего Яра в том числе. Документальная черная книга, содержащая свидетельство о гитлеровском геноциде евреев на территории СССР, собранная советскими писателями Илью Оренбургом и Василием Гроссманом, была запрещена. Поздний сталинский период был густо окрашен антисемитизмом. Это и репрессивная кампания по борьбе с безродными космополитами, эвфемизм для обозначения этнических евреев, и кровавый разгром еврейского антифашистского комитета, и убийство всемирно известного артиста, режиссера и общественного деятеля Соломона Михоэлса, и дело так называемых врачей-вредителей, и, наконец, нереализованная только из-за смерти Сталина идея насильственной депортации всех советских евреев на Дальний Восток. И после Сталина, вплоть до середины 80-х, в Советском Союзе слово «еврей» звучало как ругательное или неприличное, и публично крайне редко употреблялось, заменяясь в нейтральном контексте на «лицо еврейской национальности», а в негативном контексте, который преобладал, на слово «сионист». О геноциде евреев в годы войны по-прежнему не упоминалось. Исторические исследования, посвященные Бабьему Яру, были закрыты. В 1966 году в литературной газете вышла статья писателя-фронтовика, автора знаменитой книги «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Он протестовал против строительства стадиона на месте Бабьего Яра. Некрасова назвали «сионистом», завели на него персональное дело. Евгений Евтушенко написал поэму «Бабий Яр», и лишь его огромная международная известность, а власти были озабочены отношениями с западной интеллигенцией, уберегла его от последствий. Это были капли в море. Через государственное сопротивление, как будто что-то крамольное, как будто не о преступлениях нацизма, а о чем-то подрывающем советские устои шла речь. Фактически, те, кто были убиты в Бабьем Яре, были убиты дважды. Второй раз контрольно теми, кто пытался приговорить их к забвению. На днях президент Израиля Ревен Ривлин в ходе визита в Киев по мемориальному поводу, связанному с трагедией в Бабьем Яре, выступал в Раде и сказал, многие пособники преступлений были украинцами, и среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. В Киеве на него обиделись. Одна из самых болезненных составляющих еврейского геноцида во время войны – проблема соучастия местного населения, проблема пособничества, иногда активного. И не только на Украине. Это действительно тяжелая проблема, глубокая. Она имеет отношение к корням антисемитизма, к корням самого нацизма, который никогда не был чисто немецким явлением. Эта болезнь расползается, как раковые метастазы. Она готова прорасти где угодно и не признает государственных границ. Самое лучшее лекарство от нее – крепкая и честная историческая память. Всего вам доброго.